Проблема мотивирования Проблема мотивирования Проблема подходы мировой психотерапии к человеку. И более всего приемлема некоторая специальность, которую, как я считаю, в обязательном порядке должны изучать реабилитологи. Более того, вот эта самая новая специальность, которая то ли состоится, то ли не состоится, которая называется специалист по реабилитации, по сути равна другой специальности, давным-давно существующей и в Западной Европе, и в Америке. И специальность эта называется психологическое консультирование или психолог-консультант. Дело в том, что это специальность отличная от профессионального психолога и специальность отличная от врача-психотерапевта. Эта специальность, которая выделилась в начале 50-х годов, выделилась она, между прочим, в связи с возникшими наркологическими проблемами в Америке, когда появилась необходимость создания системы антикризисных центров. Проявилась необходимость помогать и бывшим хиппи, и действующим хиппи, и той самой наркотической эпидемии, которая захлестнула Америку в конце 50-х, начало 60-х годов. Специальность эта требовала краткой профессиональной подготовки. Готовился консультант месяц. И, ну, очень грубо говоря, для того, чтобы стать таким специалистом, нужно было примерно месяц образования. Но вот, что я хочу отдельно заметить или выделить в этом тексте, без этого месяца образования, ну, никак не обойтись. Почему? Потому что один из основателей этой новой специальности психологическое консультирование, психотерапевт Ролла Мэй, как бы однозначно утверждал, а следом за ним, собственно, и все специалисты по психологическому консультированию, по нему сегодня написано достаточное количество учебников, которые можно изучать, утверждали, что в основе мотивирования к изменениям лежит эмпатия. Слово «эмпатия» немецкого происхождения и обозначает это слово примерно то же самое, что значит русские слова «сочувствие» или «вчувствование» в человека, который обратился к вам за помощью. Буквально, в частности, Ролла Мэй писал когда-то о том, что вот процесс эмпатии или «вчувствование» – это процесс увлеченности человеком, который пришел к вам на консультацию, или обратился к вам за помощью, или, по крайней мере, находится в состоянии размышлений, а не стоит ли обратиться к вам за помощью. И процесс этот, и в том числе в исполнении вашего покорного слуги, выглядит абсолютно буквально. Когда приходит пациент, он что-то рассказывает. Так вот, по мнению специалистов по психологическому консультированию, обратите внимание, на первой встрече с человеком этот рассказ пациента должен занять две трети того времени, которое отпущено вами на консультацию. Ну, обычно это час, стало быть, рассказ пациента. В этом часе, в общей сложности, вы имеете право человека перебивать, должен занимать 45 минут. А задачей консультанта, он же мотивировщик при первой встрече, является почувствовать свою увлеченность этим человеком. Это вовлеченность в процесс его жизни. Выглядит это так. Человек что-то рассказывает, а вы пытаетесь представить себя на его месте. Для этого существует довольно много специальных техник, они очень просты, и в самых разных психологических техниках они получили название подстроек, но в сущности даже с них начинать совершенно не обязательно. Очень важно понять, что мотивом для изменения человека является совет человека, является совет или подсказка человека, который к нему неравнодушен. Да-да, в сущности, я веду профессиональный разговор о бесконечной силе любви. Ну, как вам сказать, мы так устроены. Если мы хотим, если нам нужно что-то в себе изменить, а делать этого мы не хотим, то мы скорее послушаемся совета человека, который, слушайтесь в эти слова, к нам неравнодушен, который нас любит, который нас уважает, в который в нас заинтересован. Вы сами, уважаемые господа реабилитологи или уважаемые господа консультанты, никогда не будете слушать совета человека, который относится к вам с раздражением, свысока, нависает над вами или считает ваше поведение откровенно ненормальным. И вот обратите внимание, современная система консультирования в наркологических диспансерах, на встречах с работниками реабилитационных центров, исходит из некой внутренней предпосылки, которая заключается в том, что наркоман больной. Он ведет себя как человек заблуждающийся, и это значит, что я психиатр, человек в белом халате, или девушка из центра индивидуальных программ реабилитации, знает или умеет вести себя правильно, и может подсказать, посоветовать наркоману, как же все-таки себя правильно вести. Вот если мы честно рассмотрим эту ситуацию, то с легкостью поймем, что в 90% случаях это чистая ложь. Потому что подавляющее большинство из нас не знает, как себя правильно вести и в сложившейся социальной ситуации, и в собственной семье, и во взаимоотношениях с работодателями. Вообще, ощущение неуверенности в себе – базовая особенность человеческой личности, которая нас объединяет. Потому что в сущности своей мы можем достаточно уверенно сказать, почему человек принимает наркотики или алкоголь. Это лекарство от страха, от знакомого каждому из нас страха того, что твое мнение, твои высказывания, твои советы не примут окружающие люди. Они не захотят считать тебя уникальным, индивидуальностью, человеком, заслуживающим уважения. Они могут тебя унизить. Вот для того, чтобы почувствовать, если хотите, уверенность в себе, человек и начинает, по крайней мере, прием наркотиков. Собственно говоря, разумеется, произнося эти слова, я исхожу из того, что наши зрители смотрели видеоролик на нашем сайте, который называется «Теория наркомании». Поскольку там мы останавливаемся на этом более подробно. Но я повторяюсь, поскольку то, о чем я говорю, является вторым шагом эмпатии. Мы сначала пытаемся искренне увлечься рассказом человека о себе. Обратите внимание, человека, а не наркомана. А потом, в ходе этого разговора, мы пытаемся найти сходства. Не то, что нас разъединяет, а то, что нас объединяет. Чего хотят практически все молодые люди, которые приходят на консультацию к психологу-практику или к реабилитологу? Да они хотят ровно того же, чего хочет сам психолог-практик или реабилитолог. Они хотят каким-то образом найти средства к самореализации. Они хотят найти способы уважать себя. Они хотят найти способы преодолеть страх, чтобы не получить поносу от внешнего мира. Между прочим, любой работник реабилитационного центра, и любой психолог-консультант, и любой психиатр пришли в свою профессию ровно с той же целью. Вот этот белый халат и профессиональное звание психиатр как бы автоматически через, после прохождения годичного образования, позволяет мне, ну как бы относительно свысока, относиться к людям, которые входят в дверь моего кабинета. Белый халат как бы автоматически предполагает, что люди будут слушаться моих советов. И, конечно, самый большой соблазн, самое большое искушение врача-психиатра – это воспользоваться этой властью в полной мере. И заставить человека вести себя так, как мне кажется нормальным. Однако в нормальном, цивилизованном процессе психологической консультации вот этого самого белого халата нет. И это означает, что мы можем пользоваться только равенством, только общим, что есть между нами. Если вот это ощущение общности мы сможем поймать, есть шанс, что человек последует за нашим советом. И никакие теоретизирования, никакие психологические классификации и никакие тесты, уверяю вас, не заменят этого первого и главного орудия человека, который мотивирует другого к изменениям. Дело в том, что как только мы начинаем без белого халата ставить диагнозы, говорить о типе личности или раскладывать человека на этапы мотивации, мы начинаем его судить. И, конечно же, Христос был абсолютно прав, когда говорил, не судите, да несудимы будете. Я сейчас делаю нехорошо. Я как бы пользуюсь своим положением психиатра, одобряю Иисуса Христа. В некотором смысле я тоже пытаюсь его судить. А корректно было бы сказать, я понял на основе огромной практической работы, больше 30 лет, что на самом деле другого способа мотивировать, кроме как попробовать почувствовать, какой интуитивный страх скрывает человек под употреблением, скрывает человек, употребляя наркотики или алкоголь. Чего он на самом деле хочет? Вот, собственно, это и есть первый и главный шаг мотивационного процесса. Учиться чувствовать другого, общность с ним. К сожалению, на величайшем вот этот опыт, он интуитивен. Ему нельзя обучить теоретически. И поэтому я, например, убежден в том, что для подготовки хороших специалистов по мотивации, считайте психологов, консультантов, необходимо определенное количество очных занятий. Потому что только занимаясь практически, можно почувствовать, о чем, собственно, я говорю. И снова, чем быстрее мы это поймем, тем эффективнее будет наша работа.